Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся на саммите АТС. За этой встречей будут следить практически во всем мире. СМИ пишут, что она может стать последним шансом на стабилизацию отношений Китая и США. Чего ждать? Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся на саммите АТС. Основная часть мероприятия начнется в среду в Сан-Франциско. О надеждах и опасениях участников и наблюдателей Андрей Ромашков. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТС может стать последним шансом на стабилизацию отношений Китая и США. Говорится в колонке на CNBC. Американская страна в преддверии саммита декларировала интересующую ее повестку достаточно широко. Как пишет New York Times, Вашингтон надеется восстановить военные контакты с Пекином, разорванные после визита на Тайвань высокопоставленного демократа Нэнси Пелоси, а Байден наверняка подтвердит приверженность США политике одного Китая, но также и предостережет Си от вмешательства президентские выборы на острове, запланированные на январь. Позиции Китая заявлены менее подробно, но в прошлом месяце Си на встрече с делегацией американских конгрессменов высказался о тысяче причин улучшать отношения с США и отсутствии причин их ухудшать. Обе стороны также говорят об экономических интересах. Как подчеркнула в преддверии встречи министр торговли США Джина Раймонда, 99% из 700-миллиардного товарооборота между странами никак не затронутся санкционными ограничениями. Об интересах КНР говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭ МОРАН Александр Ломанов. Привлечение западного и в особенности американского бизнеса является одной из задач, но всего лишь одной из многих и никак не самой главной. Си Цзиньпина и китайское руководство в целом отдают себе отчет в том, что в условиях разрастающегося соперничества между двумя странами позитивный эффект этих иностранных инвестиций будет просто нивелирован теми мерами, которые сейчас США предпринимают против Китая. Для Китая крайне некомфортно и непонятно новая модель взаимодействия, которую ему навязывают США. Вот это сочетание соперничества, конфронтации и сотрудничества. Вот эта идея, что сотрудничать там, где это выгодно Америке, и ограничивать Китай там, где это опять-таки выгодно Америке. Подобные правила игры Китаю, во-первых, непонятны, а во-вторых, если их понимать буквально, они абсолютно неприемлемы. Поэтому, на мой взгляд, на первом месте это определение правил игры в целом и создание хотя бы минимальных условий для того, чтобы прекратить дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Уж об улучшении, о каком-то значительном прорыве в экономическом сотрудничестве, в любых других областях речи просто не идет. Несмотря на американские санкции, Китай всеми силами сигнализирует открытость для иностранного бизнеса. После саммита у СИ запланирован банкет с участием западных бизнесменов, в том числе миллиардера Илона Маска и главы Сити-Групп Джейн Фрейзер. Блумберг видит в этом осторожные признаки потепления между Пекином и Вашингтоном. Как отмечает BBC, в третьем квартале Китай отчитался об оттоке иностранных инвестиций в размере почти 12 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за 25 лет статистики. По мнению аналитиков Economist, западные гиганты не готовы отказываться от китайского рынка, но пересматривают подход к новым инвестициям. Наконец, ни один саммит такого уровня не может пройти без обсуждения российско-украинского конфликта. О том, в каком ключе будет обсуждаться тема, говорит директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. Все прекрасно знают, и американцы в том числе, что Китай не присоединился к никаким санкциям против России, а наоборот, в какой-то степени даже расширяет сотрудничество. И мы знаем, что сегодняшний день является, наверное, главным таким приобретателем российской нефти и, в первую очередь, российского газа. И не все знают отношения между Си Цзиньпием и Путиным. То есть все видят, что идет такой процесс сближения России и Китая. И для России это важно, имея в виду конфликт с Украиной и соответствующая поддержка Западом Украины. Для Китая важно, что он за счет России, в общем-то, обретает такой вот источник энергоносителей, достаточно дешевых, что позволит придать ускорение его экономике. Ну и плюс, где шелковые пути, тоже через Россию они предполагают, скоростную магистраль. То есть проекты на самом деле есть, да и Россия все больше и больше привлекает Китаю таким инфраструктурным проектом на своей территории. Конечно, Америке это не нравится, они тоже увидят в этом сходе угрозу. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско продлится до пятницы. Встреча Си и Байдена пройдет за пределами площадки мероприятия. К югу от города в особняке Фили-Оли, имеющем статус музея. По данным американских СМИ, на переговоры выделено 4 часа. Москва на саммите АТС представлена на уровне вице-премьера. Делегацию возглавляет Алексей Аверчух. О планах российских посланников по двусторонним встречам в Кремле не сообщали.